Всем привет! Меня зовут Нина Заславская и сегодня я хочу вам рассказать о своей поездке в Азию. Летала я в Хошимин на конференцию ВЛОП. Это чемпионат мира, наверное, самый популярный в сфере перманента. Сначала в каждой стране проводятся отборочные туры, где выбирают победителей, ну и потом уже все победители с каждой страны летят на финал в Турцию и борются за звание чемпиона мира по перманентному макияжу в любых категориях. Меня пригласили в качестве судьи и спикера на ВЛОП во Вьетнаме и я полетела, преодолела очень большое расстояние, потому что из России сейчас тяжело добраться до Азии, но это того стоило и я была приятно удивлена от такой масштабной конференции, потому что если сравнить конференции в России и там, ну в России обычно максимум 200 человек я видела, а на этой конференции было больше 700, и на самом деле они такие организованные и заинтересованные, что меня очень удивило. Но давайте обо всем по порядку. Вообще, я когда только поехала, конечно, мне было безумно приятно, что меня пригласили в Азию на такую масштабную конференцию, но сейчас не о самих масштабах, хотя они были просто колоссальные, а о качестве и уровне работ мастеров, которые участвовали в чемпионате. И от количества мастеров, которые участвовали, я вообще была удивлена, потому что, ну до этого я считала в России самые лучшие и такие востребованные мастера. Но, правда, во Вьетнаме, что касается волосковой техники, я когда увидела первую работу, я подумала, господи, она делает лучше, чем я, правда. Ну, волоски просто ювелирные, очень тонкие, конечно, огромный плюс азиатской кожи, потому что она прям как латекс, на ней волоски очень классно, удобно рисовать, можно сделать переходы, красивые объемы, ну, как на листочке бумаги. Европейской коже, конечно, посложнее, потому что она краснеет, где-то кровит и так далее, не всегда ложится пигмент. Но в целом, просто вау, было порядка 40 работ в номинации волосковая техника, и я сейчас вот приложу работу, вы посмотрите, какие все крутые. Я, правда, одной 100 баллов, второй 100 баллов, я практически всем поставила по 100 баллов, потому что, ну, вообще не к чему было придраться. Очень круто. И, честно говоря, мне стало даже немножко так обидно за Россию, что у нас нет такого уровня именно волосковой техники. Мастера еще многие боятся изучать, думают, что это как-то не в тренде, не красиво, может быть, даже сложно и невозможно. Я думаю, такие тоже есть, напишите в комментариях, если вы так думаете. Ну, и я к тому, что волосковая техника, это реально сейчас тренд, и быстрее, быстрее изучайте волоски, не тормозите, можно так говорить? Не тормозите! Вот, и будьте первыми, конечно, в своем городе, тем более, столько сейчас доступной информации, много бесплатного контента у меня на YouTube-канале, не забудьте посмотреть, поставить лайки, мне будет очень приятно. Но есть, к сожалению, и но, не только плюсы, я заметила волоски, все шикарно, но вот в других категориях, например, пудровые брови, губы, ну, может, конечно, у них немножко такой своеобразный взгляд, например, я заметила одну такую фишку, и мы даже с моими русскими коллегами так немного посмеялись над этим, они всем делают просто вот такие длинные прямые концы до висков, и мы даже подошли к переводчику, потому что они вообще очень все плохо знают английский, там везде переводчики, они только по-вьетнамски разговаривают, и мы спросили, ну, пожалуйста, спроси у мастеров, почему они все делают длинные и прямые вот такие тонкие концы, а оказывается, представляете, чем длиннее конец бровей, тем счастливее у тебя будет жизнь по фэн-шую, вот так вот, а мы-то и не знали. Может, поэтому у меня что-то идет не так, надо концы подлиннее вывести. Ну и вообще, сама растушевка, нет вот этого градиента красиво, они так плотненько набивают по старинке. Что касается губ, у них такой, мне кажется, азиатский взгляд. У нас как-то привычно нам видеть красивую четкую форму, тоненький контур, плотное заполнение, но у них наоборот, контур они не делают, контур они делают такой размытый и расплывчатый, но мы-то уже мастера, все равно смотрим на перспективу, как это потом заживет, и мы знаем, что если контур тоненький есть, заживает все без контура, но четкая форма остается. А когда контура нет, это же все размывается и просто выглядит как, ну, легкий тинт. Также они отдают предпочтение почему-то оранжевым цветам, вот прям вот дико рыжим цветам на губах. Нас так это удивило, не знаю почему. Поэтому, конечно, нужно учитывать то, что у них такой холодный подтон губ, возможно, они хотели подтеплить, но можно ведь и сверху уложить что-то такое нейтральное розовенькое, но, конечно, на вкус и цвет товарищей нет, возможно, во Вьетнаме это очень модно. В целом мне Вьетнам очень понравился, я вообще очень люблю Азию, до этого мы, кстати, сначала прилетели в Бангкок, поехали на острова, и только потом полетели на конференцию, и я для вас записала отдельный ролик про свой отдых, необычный новый формат, надеюсь, вы меня поддержите, вам тоже будет интересно, и расскажу вам такую грустную историю, как мы чуть не застряли в Дубае, и я потеряла почти 300 тысяч на билеты. Но не будем о плохом, вернемся к конференции, мне очень понравилось, я рада, что я слетала, и Хошимин очень огромный город, больше, чем Москва, там население порядка 20 миллионов, все кипит и очень развитое, конечно, Азия присутствует, как и любой азиатский город, вот эти вот магазинчики на улице, какие-то фастфуды, не очень все чисто, не очень все идеально, но и есть такие заведения достойного уровня, очень пафосные, крутые, в которые хочется ходить, и в целом город прям очень развитый. Кстати, именно с перманентом в Хошимине очень много салонов красоты, и, конечно, это первое, на что я обратила внимание, прям ногтевые перманентные салоны на каждом шагу. И, кстати, я у мастеров тоже поинтересовалась, какой у них вообще ценник на процедуру перманентного макияжа. Ну, ценник, как в Москве, там от самого дешевого, грубо говоря, на наши деньги 3-5 тысяч рублей, до высокого, у них есть топовые мастера, которые берут за одну процедуру перманента бровей 1000 долларов. 1000 долларов. Ну, не вырезай это. У меня сейчас видеограф даже мытягнулся и очень удивился, сказал, 1000 долларов. Да, напишите вашу реакцию. У меня такая же реакция была, потому что Вьетнам, кажется, вроде там все дешево, но действительно, там цены недорогие, и спокойно можно существовать, не как в Дубае. Я опять к больному возвращаюсь. Вот, так что едем в Азию. Все вместе. Ну, а после Вьетнама буквально через 3 дня я полетела в Тюмень на конференцию. Не сидится мне дома. Люблю я мотаться по конференциям, как вы заметили. И вот прям такой контраст после Вьетнама. Там было в номинации волосковой техники почти 40 человек, а в Тюмени, угадайте, сколько? Всего лишь один человек. Ну, и как бы, как судить одного человека, было непонятно. Ну, и, конечно, опять же вернусь к тому, что изучайте волосковую технику, участвуйте в чемпионатах. Это очень помогает вам вырасти как мастеру, заявить о себе, заявить в своем городе. Ну, что, вот такая у нас история, новый формат. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам понравился, ли такой мой рассказ за столом. И впереди я хочу записать рассказ о своей жизни, показать вам свои фотографии сокровенные и рассказать вообще все-все-все. Но только если вы меня поддержите. Если наберем 100 комментариев, буду снимать еще активнее и быстрее выложу. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok